Приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и в сегодняшнем видео я поговорю о парфюмах которые есть у меня в коллекции и которые мне очень очень сильно нравится парфюмы разных категорий и весенние и летние и зимние но тем не менее все они достойны внимания это мое личное мнение причем здесь будут марки как очень бюджетные те которые на слуху так и те о которых я не очень часто что-либо слышу и именно с такой марки я начну свой рассказ эта марка называется бон парфюмер парфюмер или парфюмер и у них все названия идут по цифрам 003 вот как у меня там 103 еще что-то и дальше идут просто ноты я хочу рассказать об аромате 003 где есть юзу фиалка ветивер ноты здесь написаны рядом с цифрой с этим номером ну и по логике понятно что эти же ноты будут и в пирамиде и так аромат бон парфюмер 003 аромат для мужчин и женщин то есть унисекс принадлежит группе цветочное зеленое выпущен в девятнадцатом году по названию видно что здесь должен быть юзу он есть верхних нотах но кроме него еще есть бергамот лист фиалки срединка это жасмин на роли элами и база ветивер и мускус но вы знаете для меня аромат чайный то есть для меня это ну некой мере классический зеленый чай очень легкие действительно унисексовый приятнейший не химозные не какой-то там фу или наоборот есть такие чай которые вроде бы вначале нравится интересно звучат а потом как-то они надоедают этот аромат шикарнейший от начала до конца сравнивают его кстати на фрагрантики с классическим чаем от элизабет арден москино фани озон от сергео точине да что то есть но ближе всего это все таки наверное думаю арденовский чай зеленый но этот аромат отличается арденовский чай все-таки звучит попроще на первый взгляд здесь вроде бы есть тоже что и в классических чаях вроде бы и цитрусы вроде бы чаек вроде бы какая-то акварельность свежий но вот таким знаете супер свежим ярко свежим его не назовешь он настолько вот такой деликатный что даже нанеся более чем нужно он не будет перебивать все вокруг он все равно немножечко успокоится и шлейф от вас будет очень приятный для меня они не особо схожи с маскино ну сергио точение возможно но тем не менее этот аромат более интересный но то юзу дети думаю слышится неплохо я не знаю как пахнет юзу здесь есть или нет для меня здесь некая цитрусовость присутствует очень нетривиально очень необычно вроде бы чай не чай зеленца не зеленца цитрус не цитрус но все это вместе создает вот такое впечатление какой-то чайной зеленой свежести при этом очень легкой и деликатной единственный минус этого аромата это стойкость на мне он держится недолго ну два-три часа на волосах одежде может быть дольше но все равно аромат прекрасен конечно же у меня миниатюрка 30 или 50 миллиметров не помню 30 для меня там мало потому что этот аромат когда я тестила разнашивала я наносила 4 5 6 нанесений что для меня очень редкое явление потому что хочется его вкушать хочется именно поливаться у меня очень мало ароматов которыми хочется поливаться потому что на первый взгляд вроде бы свежат но нанес 34 нанесения уже вроде как задыхаешься здесь этого нет здесь все как-то приятно и интересно причем если начало это для меня цитрусы чаем то в базе приплетается некая очень приятная нежная цветочность поэтому этот аромат я не могу сравнивать сугубо с elizabeth arden green tea или с тем же маскина фани вот что-то начало от одного аромата срединка другого там база когда он уже начинает уходить немножечко что-то третье но этим он меня и зацепил но самое интересное что во всей этой чайновой цитрусовости и цветочности я слышу я думаю все таки ветивер вот некая такая строгость некая такое легкое мужское присутствие здесь чувствуется но она не делает аромат мужским и дает возможность вот это нотка ветивера мужчинам также пользоваться этим ароматом вот для меня это классический приклассический унисекс чайных ароматов мужчинам особенно молодым парням я думаю мужчинам до 30 подойдет на ура девчонками женщинам также подойдет на лето самое то и немножко сладости и немножко какой-то кислин очки и вот эта ветиверность и какая-то строгость и в то же время нежность в общем аромат меня покорил что меня уже есть желание попробовать другие ароматы этой марки я посмотрю на многие потому что этот парфюм меня зацепил серьезно зацепил вот если говорить о чайных ароматах у меня любимчик это не шан вулонгча и вот 003 наверное будет на втором месте а может и на первом будем еще летом разнашивать и смотреть сейчас так не могу сказать сейчас мне нравится немножечко больше вулонгча уже приелся но вот два чайных аромата которые вот для меня эталон ароматов аля зеленый чай с цитрусами вот если так кратко красивенный красивенный рада что приобрела но как-то не раскрученная марка вообще отзывов очень мало хотя все отзывы довольно таки позитивные причем на многие ароматы довольно таки позитивные отзывы но почему-то не пиарят этот аромат не знаю почему продолжаем тему свежаков так сказать у меня тестерная версия видите без крышечки это аромат от фрапан ласкарина или ласкарина не знаю как правильно ударение об этом аромате слышала также много всего хорошего позитивного марка фрапан мне в принципе нравится у меня есть несколько отливантов и остатки во флаконах не буду уже перечислять ароматы многие хочу еще кстати затестить что касается аромата ласкарина аромат женский принадлежит группе восточные цветочные выпущен в семнадцатом году а заинтересовал он меня сочетанием нот верхние ноты груша розовый перец и цитрус и там идут бергамот грейпфрут серединка цветок апельсина и роза база это алибанум черный перец то есть что такое перченая серьезная ирис и амбраксан я была уверена что аромат мне понравится но он я понравился честно скажу и что касается самого аромата то он не так прост как кажется я думала что здесь будет к сладкая дюшесная груша с каким-то перчиком что-то такое девичье легкое но но если начало и более менее приятное для кого-то приятное для меня также приятное такое груша такая какая-то может быть шампанском даже с каким-то таким налетом специи легким цитруса вас есть то в базе все таки вот эта перечность может какая-то даже смолянистость начинает приглушать эту яркость груши вот эту фруктовость нежность и аромат звучит немножечко иначе мы не например это нравится я вообще не в шоке что он то меняется становится не таким действительно что-то новенькое не похоже на все остальное потому что либо аромат груша фрукты там цветы либо что-то такое перечное смоленистое а здесь все звучит очень мягко и деликатно и даже вот эта перечность и мне чудится какая-то смола не знаю почему она все очень нежно и деликатно абсолютно никакого мужского намека нет потому что все такие ароматы аля смоленистое серьезные древесные могут уходить куда-то мужскую сторону здесь такого нет поэтому если вас не напрягает что начало это что-то сладковатое цветочно-фруктовая может быть даже к это медовая но для меня это все-таки игрушек к это шампанский больше оля дом роса но немножечко в другом направлении то потом к базе все-таки аромат меняется то есть появляется вот эта смола вот я слышу смолу но на настолько приятная что не могу передать и какая-то вот это перченость и какая-то древесность аромат становится более мужским но в хорошем смысле он женский но с таким мужским намеком то есть мужчинам он не подойдет нет но вот это вот как я говорю мужиковатость на на здесь приятное может быть более терпким может быть более каким-то взрослым и серьезным поэтому если вам и такие трансформации не нравятся то тестите это не груша аля дюшес сладость карамелька что-то вкусняшно няшно и до конца как дом роса вот там красота такая женская от начала до конца здесь вот этот алибанум я думаю все таки дает вот этот оттенок какой-то серьезности перекрывает эту легкость и нежность и груша для меня звучит менее ярко ближе к концу то есть сначала ярко дальше она пропадает пропадает и в базе уже вообще как-то не особо я и слышу честно скажу думаю может мужчинам также следует его попробовать до начала возможно вас смутит но база будет сидеть хорошо на мужчине вот мне кажется вот почему то я так думаю поэтому также обратите внимание аромат просто обалденный на эти два аромата рекомендую естественно на теплое время года бон парфюмер лето жара ласкарина все-таки наверное теплая весна теплое лето на жару не знаю ну дальше переходим таким более серьезным ароматом ароматом аля холодная осень прохладная весна зима и первый в этой подборке аромат от kenzo ну и tatami вот такой вот флакончик у них по моему 85 или 75 75 миллилитров они не знаю как на видео но в жизни не ну такие малюпучки вы смотрите моя ладошка не такие миниатюрные что даже не верится что там 75 миллилитров этот аромат также еще не особо распиарен так как выпущен двадцать втором году и кстати это унисекс аромат для мужчин и женщин принадлежит группе восточные гурманские я честно говоря не знаю к причем здесь мужской аромат потому что он для меня какой-то пудровый пудровый аромат и на мужчине вообще не представляю по нотам здесь очень мало нот всего 4 рис срединка розовый перец база ваниль и амбретто и он ли мне абсолютно не мужской он абсолютно женский для меня лично это пудровый аромат причем на блотере этой пудровости я не слышу почему-то он какой-то для меня такой безликий что ли а вот на коже это такая миндально-ванильная с смесью или прибисью гелиотропа пудра шикарнейшая вещь я люблю пудровые ароматы мне они очень нравятся но этот аромат оказался серьезным я думала он будет легкими гривым на данный момент у меня самый любимый пудровый аромат это монклер пурфам я делал обзор на этот аромат у меня есть минька шикарнейший здесь пудра более серьезная более взрослая она звучит на грани стиральный порошок вот что то такое есть при этом звучит аромат вы знаете как-то холодно то есть вот эта холодиночка присутствует потому что есть пудровые ароматы какие-то сладковатые марципановые миндальные но здесь вот этой миндальной ванильности как-то для меня меньше а больше наверно все таки какой-то гелиотропной пудры и он звучит как-то остро может быть как-то по перечному я не знаю в чем здесь вопрос но так как в нотах есть розовый перец я думаю он играет свою роль и дает аромату вот какую-то такую серьезность не могу сказать что аромат меня покорил прям ух и ах вот если бы я его затестила где-то магазине или был бы у меня пробник полноразмерный флакон наверное наверное не покупала бы но так как я покупала без затеста то мне принципе нравится и кому я могу порекомендовать для любителей не сладкой какой-то ванильной пудры если вы любите пудру но вам не нравится некая сладость приторность или изубилия вот этой миндальности это марципановости вот здесь все не сладко но при этом немножечко ванильная думаю рис дает какой-то такой нюанс вот этой не сладости и розовый перец здесь слышится ну не могу сказать что хорошо но так приличненько приличненько и для меня здесь проскальзывает некая и рисовость не риса и рисовость вот то что я сказала и плюс ирис какой-то все это можно здесь услышать также хочу отметить что в аромате некоторым пользователям может почудиться некая уходовость может быть крем может вот пудра присыпка детская есть такой момент но не сто процентов то есть ароматы а-ля детская присыпка у меня есть аромат от булгари там патит мама там сугубо детская присыпка а вот здесь все более серьезно и интересно пахнет шикарнейше не избит он не тривиально если говорить о пудровых ароматах в целом то это один из самых каких-то неординарных вот честно скажу потому что вы читаете пирамиду вы тестите и вроде бы слышите и то и то но в целом в общем и целом аромат не такой как все я не пробовала всю линейку но мне кажется ну и татами будет одним из из маст хэвом любителей пудровых ароматов особенно не сладких а каких-то таких гелиотропных серьезных но при этом он очень деликатен вот что мне понравилось что есть пудровые ароматы которые забивают все вокруг а здесь все звучит классно интересно аромат кстати довольно таки стойкий не скажу что особо диффузный и шлейфовый то есть принципе нанести его умеренно не будет какого-то фу что будут к чихать окружающие люди вас окружающие имею ввиду но этим он не кстати понравился что вроде бы и слышимый но не такой супер яркий то есть его можно носить как я говорю в люди потому что не все любят именно пудровые ароматы многие от них чихают многих пудровые ароматы напрягают ну а следующий красавец это такая вот красота от беккалёв сейчас ему крышечку и расскажу более подробно флакончик от выглядит вот таким вот образом красивенно как говорится дорого-богато вот соглашусь вся линейка это выглядит очень красиво причем флакончики там золото там серебро там просто черный я давно посматривала на эти флаконы и хотела именно из вот этой линейки что-либо читаю отзывы смотрю отзывы то один хвалит второй хает и так далее выбирала выбирала все-таки остановилась на пэшен от мигалёв о чем не пожалела аромат унисекс принадлежит группе восточные пряные выпущен в шестнадцатом году но здесь прилично но ты серьезный ут апельсин корица кстати корицу с апельсином здесь очень хорошо слышно и вот здесь очень мягкий деликатный обратите внимание срединка вкусняшка карамель кашемировое дерево ну и база бензин пачули сандал мускус то есть все очень серьезно но при этом должно быть красиво что могу сказать аромат неоднозначный то есть покупать вслепую я наверное бы не рекомендовала вообще ни один аромат из этой линейки насколько я люблю и уважаю марку мекалёв у меня есть очень много миниатюр по 10-12 миллилитров практически все ароматы мне зашли но вот эта серия отзывы очень противоречивая и я могу понять почему по отзывам я почему-то решила остановиться на пэш он и вы знаете не прогадала аромат очень достойный и интересный при всей своей вот этой составляющей серьезной звучит деликатно и мне понравилось вот это сочетание корица апельсин потом все вот эти ноуты которые наслаиваются и аромат звучит очень интересно то что унисекс соглашусь но все-таки больше с уклоном в женскую сторону мужчины такое может и будут носить но я думаю очень очень редко и возможно не на всех он сядет красиво по-мужски потому что все-таки здесь сочетание апельсин корица уд звучит более по-женски сразу когда вы наносите я слышу смесь корица с апельсином вот что-то какая-то такая ассоциация и уд есть вот такой не медицинский не стоматология а вот что-то такое более мягкое кстати хочу сразу отметить что аромат очень диффузной очень шлейфовый и стойкий стойкость просто шикарнейшая ну у микалев стойкость всегда более-менее хорошая причем аромат одновременно вы знаете такой какой-то теплый окутывающий больше подойдет все-таки думаю на осень а не на зиму на морозы и вот шлейф мне нравится больше нежели сам аромат если вкушать его очень близко вот шлейф вообще шикарнейший вот шлейф какой-то такой знаете действительно дорогой вот какой-то дамы не девичьи не девчачьи а вот серьезный аромат но еще раз повторюсь для любителей к такого классического у да наверно он для вас будет по вся чем то есть попса попсой для не любителей у да а вот что-то вы вы хотели наверное да что касается раскрытие то дальше аромат но мне кажется сохраняется вот эта корица апельсин он становится для меня лично более сладким начало мне кажется более терпкая потом некая сладость проскакивает не зря в базе есть карамель может быть цитрусы какие-то может быть сахар его что-то такое вкусненькое но вот базы как-то для меня здесь не положили все-таки он больше для меня сладковатый уд может быть некая специи боевость и вот это апельсин и корица вот преследует меня постоянно хотя многие отзывы пишут никакой корица никого апельсина не слышат а для меня они есть но может это я уже себе нафантазировала не знаю аромат очень мягкий очень такой вкратчивый если нанести минимум я наношу даже одно нанесение на затылок звучит бархатно шикарно и красиво читая отзывы об этой линейке как-то не особо и хвалят а вот я не соглашусь для меня именно этот аромат очень интересный и непохожий вот как будто бы хотели соединить ценителей у до ценители какой-то сладости ценителей вот что-то такого зимнего уютного все это собрали в один флакон и получилась вот такая красота не знаю мне нравится вот я его еще не наносила так сказать я не выгуливала не могу сказать о комплиментах но мне кажется будет комплиментарен шикарнейший обалденный ну а флакон это просто ну настолько красив настолько шикарен что даже из-за флакона вот честно скажу покупала из-за флакона захотелось в коллекцию микалёв именно в какой-то красоте потому что у него все флаконы красивые но у меня как-то в основном миниатюра а вот эта красота теперь у меня есть я абсолютно не жалею шикарнейший но тестить надо потому что кому-то читала вообще у забивает все для меня здесь вот на таких минималках что я как не особый любитель у да здесь вы просто обожаю вот все что могу сказать дальше переходим к такой вот красоте вот посмотрите на сам флакон вот оранжевый такой цвет действительно цвет кожуры манго спелого манго и аромат такой же солнечный яркий я за этим ароматом гонялась честно скажу потому что когда увидела первые отзывы рыскала рыскала в магазинах но кроме классической ары и еще беленькая яра вышла который мне абсолютно не заинтересовала искала вот эту красавицу это яра тоус от латафа почему искала да потому что аромату манго ну так по крайней мере говорят отзывы и пирамида аромат женский выпущен в 2023 году также на видочка по нотам верхняя манго кокос маракуйя ну хочется чего-то такого вкуснячего летнего тропического срединка жасмин гелиотроп цветок апельсина и база ваниль кашмиран и мускус кстати отзывы об этом аромате неоднозначны некоторые отзывы говорят что это самое шикарное манго чуть ли не круче манго скин от вильгельм парфюмери кто-то говорит что манго здесь и рядом не валялась вообще непонятно о чем аромат то есть какой-то кокос фрукты и так далее но почему-то на первом месте сравнивают своим по карабан у меня есть миниатюры аромат действительно немножечко о манго я имею ввиду аромат по карабан о чем же яра аромат да не сугубо а манго здесь намешали коктейль из всех вот этих тропических фруктов тропических нот которые есть пирамиде все это звучит где приторно вот что самое главное не приторно сладость есть но это сладость как я люблю говорить фруктовая очень приятная и нежная но она не эфемерная нелегкая она действительно яркая и слышимая что касается самого манга я например его здесь слышу вот я слышу манга может быть там не супер натуральная да возможно с кокосом или с кокосовым молочком но мне это нравится мне аромат понравился честно скажу даже больше нежели классическая она классическая яра там вообще о другом поэтому сравнивать я не буду стойкость шикарнейшая диффузность и шлейфовость умопомрачительная вот что удивительно при этом он вроде бы яркий но в то же время мягкий и нежный цветочности вот сугубо цветочности я не слышу для меня здесь фруктовость и вот этот кокос перебивают все цветы возможно там где-то каким-то фоном вот если сидеть себе что-то там воображать представлять да возможно да но вот так вот сказать что услышал там жасмин или что-то еще нет что касается с флагманом многие пишут тоже яра а мне нет мне они немножечко разные поэтому если вы хотите манга попробуйте яру но потестить не покупайте вслепую потому что я не нашла вот и кучи отзывов что здесь сугубо манга 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 кто-то пишет манга есть кто-то пишет уходит а мне слышится это манга вот я не знаю почему но я его слышу на протяжении всего звучания да может быть немножечко но химозная может быть совсем не натуральная мне кажется в этом аромате больше не мякоти манга а вот этой кожурки причем это манга лежит где-то там с кокосом который раскрыли их аромат кокосового молочка долетает до вас и где-то ряда может быть там какие-то цветы растут или стоят там вазе вот такая ассоциация но мне понравился я не знаю как он будет на летом мне кажется летом будет немножечко тумач на жару я имею ввиду на прохладное лето на весну да вот я не знаю вот я сижу в куша мне чудится мякоть манга водка сладковато кисловато причем сочетание с этой такой кожуркой которая придает зеленцу может некую горчиночку и кокос вот все что я слышу больше никаких ассоциаций этот аромат у меня не вызывает но еще раз повторюсь на лето наверное нет будет тумач на прохладу да и причем прохлада весенние или летние поэтому сейчас его конечно не ношу а вот весной будем разнашивать и я думаю комплиментарен будет вот я думаю да и на десерт девчонки и мальчишки показываю красоту за которой я охотилась ну в каком плане охотилась не в том плане что не было продажа продажа эти ароматы были но когда они появились они были такие приличны по цене и все-таки решила я купить все пусть тестерную версию вы видите что крышечка тестерная это тициана терензи моро дивидеция у меня этот аромат был в пробниках в отливантах которые я снашивала просто за какие-то считанные дни поскольку этот аромат мне очень 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 нравится и так моро дивенец эти циана терензи аромат для мужчин и женщин тут я уже не соглашусь ну какие мужчины это сама женственность во флаконе может на мужчинах он по-другому раскрывается возможно но так он для меня сугубо женский выпущен 2018 году но здесь очень много но я так кратенько вверх это ананас цитрусовой черная смородина серединка здесь цветы есть есть амбра жасмин ландыш фиалка ну и база это мускус ваниль дуб и хиноки вы знаете по пирамиде не особо понятно о чем аромат кому-то кажется будет он более цветочным кому-то более фруктовым но когда я получила отливант впервые или пробничек я уже не помню я его потестила и не поняла думаю почему все восхищаются аромат ни о чем я его вообще не слышала и вот даже сейчас когда я наношу я его не слышу вот сразу но потом начинается самое интересное я хожу там проходит 20-30 минут я хожу там что-то руками махаю слышу доносится ну такая нежная красота цветочно-хрустальная вот как я говорю сама женственность во флаконе не могу понять что это потом через какое-то время понимаю что это моро дивенеция чем меня аромат удивил что при нанесении я лично я не говорю как другие не знаю я его вроде не слышу в троге бы как водичкой побрызгали но потом по истечению там даже 10-15 минут доносится очень нежный деликатнейший шлейф просто неземной красоты я думала ну может быть бывает что-то такое потом когда я уже сносила пробник его даже сейчас купила флакон у меня те же самые ощущения остались для меня ассоциация легчайшие там шифоновое или шелковое платье пастельных тонов которые вы надели этом утром или днем может быть вечером куда-то причем это платье длинное в пол такое знаете красивенное не в обтяжку а вот именно такое в разлет или как его называют не знаю вот это невесомость акварельность нежность все это передано в этом аромате я не знаю как это удалось парфюмером самое интересное что пока я сижу я его вроде бы не ощущаю вот говорят он тихий но стоит мне потом взмахнуть рукой или начинать двигаться я тут же появляется шикарнейший шлейф но при этом который будет нравиться всем не задушит не придушит никого и вот этот аромат я ну рекомендую покупать вслепую вот если говорить в общем парфюмерии то конечно же покупка вслепую это ну немножечко не то а вот тут я рекомендую мне кажется он даже если не понравится вы будете его носить аромат летнее утро аромат юность аромат молодой красавицы вот все что могу сказать об этом если говорить о звучании то для меня это все-таки какие-то цветы вот она нас мне кажется хорошо звучит он здесь не яркий не резкий цитрусовость некая черная смородины для меня здесь нет вот для меня все-таки больше ананас и в базе может быть некая ванильность есть но все-таки аромат о цветочности причем какой-то нежной деликатной хрустальной вот так бы я охарактеризовала этот парфюм он меня покорил еще тогда когда получила вот первый пробник для меня еще раз повторюсь это воплощение женственности воплощение вот такой милой симпатичной девушки если так честно то один из самых приятных и как бы стопроцентных попаданий в сердца потребителя вот если остальные ароматы бренда имя я имею ввиду тициана торенси что-то кому-то нравится в или кому-то нравится марима кому-то там ароматы посерьезнее как будто не посерьезнее то вот этот такой что понравится всем вот я не знаю как это описать и вот это трансформация тихоня и нежная красавица меня просто покорили меня просто покорили я не знаю почему они пользуются популярностью потому что когда он появился вроде бы какие-то отзывы были хвалили сейчас как-то о нем вообще забыли причем я думаю не заслуженно обделенный вниманием парфюм абсолютно вот честно скажу если вы хотите что-то из марки тициана терренси что-то такое удобоваримая я бы сказала попробуйте морда венеция классные вот цветы немножечко каких-то фруктов может быть даже экзотических но все это еще раз повторюсь деликатнейше собрано очень нежно и красиво аромат на работу на отдых там на какие-то празднования пожалуйста пожалуйста все больше ничего не могу сказать в общем я очень рада что у меня есть флакон пусть даже тестерный но ничего страшного потому что коробки у тициана трансит такие огромные что просто занимают очень много места и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня получилось сегодня о шести красавцах моей коллекции честно скажу все ароматы понравились все ароматы просто ух-ах и вау причем покорили меня с первого затеста с первого занюха единственная микалёв я как-то так с первого раза ну не то что не поняла как то так у меня вот эта корица с апельсином немножечко ну не совсем то что я представляла я как-то была в ступоре все остальное просто покорила на ура очень мне понравилось достойнейшие вещи поэтому если вам видео понравилось ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконочка вот где-то здесь но при этом не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а на сегодня уже буду закругляться поэтому напоминаю подписка лайк колокольчик не забудьте ну а также комментарии что еще из этих брендов вы посоветуете возможно у вас есть именно эти ароматы как они вам в раскрытии что вы чувствуете потому что хочу еще раз сделать ударение что я высказываю сугубо свое мнение она может не совпадать с вашим все мы чувствуем ароматы по-разному у всех нас разное восприятие поэтому если вы не чувствуете то что чувствую я или другие это не значит что аромат плохой или хороший либо наоборот не аромат нравится а вам не нравится и такое бывает у всех разные вкусы причем заметила что даже два похожих аромата вот бывает там какие-то ароматы вроде бы похоже по составу по звучанию один аромат вы обожаете а второй вам не то что не нравится вам он как-то все равно или даже не нравится и такое бывает поэтому буду уже закругляться всем пока пока и до скорых встреч